Сочи в районе села Раздольное ликвидирован природный пожар. Пришлось подключиться спасателям. Впервые в России ООН выбрала Сочи для обсуждения проблем чайной отрасли. На курорт съехались представители 16 стран. Сочинские дети-аутисты пройдут бесплатную реабилитацию в Китае. Об этом договорились власти Сочи с Китайским фондом благосостояния инвалидов. Кто поедет защищать честь Сочи, решали сегодня в парке Ривьера. Там прошел городской финал всекубанского турнира по уличному баскетболу. Крупный пожар на площадке хранения нефти ликвидировали в Новороссийске. Там загорелся один из резервуаров объемом 30 тонн. По такой легенде сегодня прошли масштабные учения МЧС в Краснодарском крае. За работой экстренных служб наблюдали министр России по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев и глава региона Вениамин Кондратьев. Также в рамках учений спасатели военные и казаки показали навыки тушения лесных пожаров. Хочу вас поблагодарить за участие в учениях. Вы продемонстрировали свой профессионализм, свои навыки, свою слаженность, слаженность своих действий. Я надеюсь, что и в реальной обстановке вы будете действовать точно так же. Спасибо. Спасибо за работу. Задача у всех одна. В случае наступления частяной ситуации максимально букировать и ликвидировать. А лучше, конечно, их предупреждать. Это касается, в первую очередь, казаков, чтобы не допускать никакого возгорания ни в близком, ни в далеком лесу. Потому что намного проще где-то предупредить, чем потом ликвидировать. Но сегодня на самом деле вы показали полное взаимодействие, слаженность, выучку, профессионализм. Но давайте сделаем все, чтобы вот это, наша выучка, слаженность, профессионализм, только на учениях. А реальные пожары в лесах, в которых мы просто не запустим. Всего в учениях были задействованы более 400 человек и около 70 единиц техники. А в Сочи, в районе села Раздольная, ликвидирован природный пожар. Накануне спасатели МЧС помогли пожарным в тушении природного пожара площадью около 400 квадратных метров. Спасатели при помощи мобильной высоконапорной системы пожаротушения, а также ранцевых огнетушителей, ликвидировали участки открытого горения и залили водой участки с тлеющими травой и кустарниками. От отряда МЧС было задействовано 13 специалистов. На границе с Абхазией задержан табачный магазин на колесах. Почти 400 блоков сигарет пытался перевезти через границу житель Сочи. Инспектор таможни обратил внимание на подозрительно перекачанные колеса автомобиля и отправил его на осмотр. В итоге в четырех шинах было найдено 396 блоков сигарет. Водитель пояснил, что планировал продать их на территории России. На табачную продукцию и автомобиль наложен арест. Возбуждены два дела об административных правонарушениях. С начала года на таможне изъято более 4000 блоков сигарет. Это в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впервые в России продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН для заседания межправительственной группы по чаю выбрала город Сочи. На курорт съехались представители 16 стран для обсуждения глобальных мировых трендов отрасли и международной торговли. На заседании мировому сообществу презентовали и краснодарский чай. В Сочи членам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН не только презентовали краснодарский чай, но и обсудили с ними создание условий для наращивания производства и экспорта самого северного чая в мире. Но прежде гостям рассказали о состоянии чайной отрасли края. Министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека отметил, что чайное направление – социально значимое и экспортоориентированное. В Сочи более 1200 гектаров пригодных для этого земель. По назначению же используется четвертая часть. Для развития отрасли по инициативе губернатора края в регионе принят закон о поддержке чаеводов. Позобновили и господдержку. Мы выделяем субсидии на реконструкцию чайных плантаций до 80%. Также возмещаем до 50% на капельное орошение. Я хочу сказать, что 1200 гектаров, которые находятся на территории города Сочи, они должны быть защитены законом. То есть на чайных плантациях, на чайных пригодных землях должны расти только чайные кусты. Не другие, какие другие деревья, кустарники. Мы наконец-то по поручению губернатора проводили ряд совещаний с чаевопроизводителями. В первую очередь достигнуто соглашение с нашими основными чаевопроизводителями. Подписано соглашение о купажировании чайного листа. Россию в продовольственной организации ООН представляет ассоциация «Росчай-кофе». Именно с ней край пришел к соглашению о том, что со следующего года краснодарский чай будет выпускаться под четырьмя названиями. «Букет», «Экстра», «Высший сорт» и «Первый сорт». Где будет 100% содержание краснодарского чая, 75% содержание, 50% и 25% содержание краснодарского чая. Я считаю, это мы наконец-то за сколько лет сдвинулись в мертвые точки. И теперь наши отдыхающие, которые в год порядка 16 миллионов приезжают нам на территорию Краснодарского края, будут уезжать себе домой с настоящим краснодарским чаем, как когда-то было в советские годы. Для возрождения краснодарского чая в Сочи создан первый чайный кооператив, который пока объединяет исторические чайные хозяйства «Солохаульская» и «Хоста-чай». Безусловно, это сложно. Есть разные интересы, есть собственники. Но, тем не менее, чайный кооператив имеет возможность выделять гранты, давать субсидии и помогать тем хозяйствам, которые в этом нуждаются. Дальше мы планируем уже обратиться и постараться подготовить проект по реализации уже торговых мест. Торговые места, которые позволят присутствовать на полках Черноморского побережья, Краснодарского края. Рынок достаточно жесткий, да, и присутствуют чаи с ценой на полке не более 100 рублей. Конечно, для ручного сбора краснодарского чая, который испытывает не самые лучшие времена, это тяжело. Но, тем не менее, шаг за шагом задачу свою выполняем. Сочи – родина краснодарского чая. И для города эта отрасль – одна из ключевых. Есть интерес, 16 стран. Вполне возможно, кто-то изъявит желание попробовать реализацию чая произвести в своих странах. Правительство поддерживает создание кооперативов, то есть уклон идет на объединение, укропнение, чтобы мелкие производственники объединялись и эффективно могли и получать субсидии, и производить продукцию. Собственно, в чайной отрасли у нас сегодня налицо есть и ассоциация, и кооператив производственных. Осталось набрать обороты и выйти на международные рынки. Представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жан-Лук Мастаки рассказал коллегам об основных тенденциях в мировой чайной индустрии. Я отметил, что сегодня потребителю интересны местные сорта чая, выращенные на определенной территории. Чаиманам интересна история продукта, где и как он произрастает. Потребителю нужна прозрачность. Имейте в виду, на рынке нужен не только продукт, но и его история. И покупатель сегодня готов платить больше за высококачественный чай. И это плюс для местных чаеводов, в том числе для производителей краснодарского чая. Обсудили участники первого в России межправительственного заседания по чаю и проведения в Сочи главного события чайного мира – Чемпионата мира Ти-Мастерс Кап Интернешнл. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинские дети-аутисты пройдут бесплатную реабилитацию в Китае. Об этом сегодня договорились власти Сочи на встрече с Китайским фондом благосостояния инвалидов. Делегация из Поднебесной в эти дни находится в Сочи. Ну а дети с аутизмом из КНР уже проходили лечение в нашем городе. И эти методы китайцы назвали уникальными. Такие в их стране пока не применяют. О каких методах реабилитации идет речь, расскажем в нашем сюжете. Эти кадры сняты в прошлом году. Тогда 18 детей-аутистов из Китая приехали в Сочи на реабилитацию. Они попробовали новый для себя метод лечения – дельфинотерапию. Он направлен на психическое развитие особенных ребят. В оздоровительном центре «Морская звезда» общение с морскими животными, как метод реабилитации, практикуют уже больше 10 лет. Пройти курс сюда ежегодно приезжает около 700 человек. Сейчас мы принимаем уже вторую группу в этом году, 19-й год. Многие мамочки, которые были у нас первый раз с детками, приехали к нам уже повторно, потому что увидели положительный результат от лечения дельфинами. Сейчас к нам приехали шесть деток в сопровождении родителей. И в июле приедет такое же количество. О том, как построена работа с детьми-аутистами в Китае, сегодня рассказали гости из Поднебесной. Из Канэр в Сочи приехала целая делегация специалистов во главе с фондом благосостояния инвалидов. В ходе общения выяснилось, что китайские и сочинские специалисты используют одинаковые методы реабилитации детей-аутистов. Все, кроме дельфинотерапии. «Дельфинотерапия для нас – это новый метод лечения, а в Сочи его используют уже 11-й год. Мы надеемся перенять этот опыт и надеемся, что многие дети приедут из Китая для лечения. Ведь, как показывает практика, дельфинотерапия даёт реальные результаты». Китайцы готовы прислать в Сочи своих специалистов для обмена опытом и пригласили к себе российских дефектологов. Отправятся за границу и сочинские дети-аутисты. С таким диагнозом в городе сегодня живёт 161 ребёнок. «Китайская делегация, благотворительный фонд их, будет принимать наших детей. И было заявлено руководителем делегации, что ежегодно по 10 детей бесплатно будут находиться в Китае и по их методикам проходить лечение». Такой обмен методиками оздоровления – это и очередной шаг к развитию медицинского туризма, отметил мэр Сочи Анатолий Пахомов. «Обмен опытом между специалистами, которые занимаются лечением аутизма здесь, в Сочи, и обмен опытом с теми специалистами, которые работают в Китае, очень важен. У них очень много наработок, поэтому это взаимовыгодно. Ну и в целом это расширяется, вообще наши взаимные отношения, экономические отношения, туристические отношения». Китайцы уже оценили больного лечения в Сочи. Они с удовольствием отдыхают на Мацесте и в других санаториях с лечебной базой. Гостей из Поднебесной будет еще больше, уверены обе стороны, как только будет налажено прямое авиасообщение между Китаем и Сочи. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Центр Сочи на эту ночь останется без света. Причина – плановые работы. С 10 вечера до 6 утра поочередно будут отключаться улицы в центре города. Полный перечень на сайте администрации города и на нашем сайте «ФКТ.ком». К другим новостям. В Сочи создадут городскую программу поддержки малоимущих пенсионеров, а вот незаконных предпринимателей ждут проверки. Об этом стало известно на встрече главы курорта с жителями поселка Варданы. Перед тем, как побеседовать о наболевшем, мэры и местные жители поприветствовали героев. Весной они спасли рыбака, который тонул в море. За проявленное мужество благодарственными письмами главы Сочи и главы района были награждены сотрудники 21-й спасательной части, два железнодорожных обходчика, жители Лао и гость курорта. Грамотный букет цветов в честь дня рождения получила и Валентина Кожемякина. Герой соцтруда живет в Варданы. И мне приятно вас сегодня поздравить с замечательным вашим днем рождения. Уж поистине мои года, мое богатство. С праздником вас, праздником вас, праздником вас, праздником вас, праздником вас, праздником вас. После этого перешли к менее приятным, но необходимым вопросам. Местные жители пожаловались. Зимой проблем с электричеством нет, а вот летом в розетке только 110 киловатт. Глава Сочи отметил, искать вредителей нужно среди соседей, особенно если дело касается улиц, которые ведут к пляжам. Все торговые объекты находятся во дворах ИЖС. Если вдруг появляется во дворе торговый объект и подключается к электроэнергии, то это уже не запланированное подключение, это уже не запланированное потребление. И ровно столько, сколько заберет эта точка, а я видел, там стоят холодильники, подключается электроэнергия, много забирают. Естественно, ровно столько, сколько заберут эти торговые объекты, ровно столько не хватает обычным жителям. Это неправильно и незаконно. Более того, такие предприниматели нарушают и налоговое законодательство. Ведь ларек размещается на участке по ДЖС, то есть частный дом. Налог за это небольшой, а пенсионеры в Сочи и вовсе от него освобождены. Если на земле ведут бизнес, необходимо менять назначение участка. Это и налоги другие, и тарифы. Поэтому на следующей неделе поселок обойдет межведомственная комиссия. В ее состав войдут представители Кубанинерго, Кубанинергосбыта, водоканала, полиции. Участки с нелегальным бизнесом будут отключены от электричества. Подключаться заново придется на законных основаниях. Также в среду Анатолий Пахомов запланировал совещание по этому вопросу с участием прокуратуры. Особое внимание уделили помощи малоимущим. Глава города отметил, из бюджета планируется выделить 300 миллионов рублей на поддержку одиноких пенсионеров. Список составят квартальные комитеты. Будут проверены все условия жизни. Программа поддержки включает в себя помощь продуктовыми наборами, ремонт жилья, помощь в лечении. Услышали жители еще одну хорошую новость. В ЛАО все-таки появятся надземные переходы. Тогда исчезнут и транспортные заторы. Анатолий Пахомов заверил, строительство гарантированно начнется в следующем году. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. 22 июня в Сочи переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 26, 28 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 25. Компания «Соу» приглашает на выставку бьюти-инновации, ювелирных изделий и моды «Территория красоты» и фестиваль народных мастеров и художников России. С 20 по 23 июня «Жемчужина». Вход свободный. Сочинский врач признан одним из лучших офтальмологов страны. Эта победа стала отличным подарком ко дню медицинского работника. Его отмечают в 3 воскресенье июня. А сегодня лучших врачей курорта чествовали в Зимнем театре. В конкурсе участвовали 600 врачей со всей страны. Второе место в номинации «Лучший офтальмолог» занял заведующий отделением офтальмологии горбольницы номер 4 Виктор Симыкин. Именно с его приходом в Сочи начали активно внедрять витриоретинальную хирургию. Город оснастил больницу дорогостоящим оборудованием, позволяющим делать сложные операции. Раньше для этого приходилось ехать как минимум в Краснодар. В двух случаях травмированным пациентом офтальмолог-хирург сохранил зрение. У нас были, если можно так сказать, особенные пациенты, которые, к несчастью, получили травму глазного яблока, достаточно тяжелую. При этом нам удалось не только сохранить целостность структуры глазного яблока, но еще и дать пациенту высокое качество зрения, как следствие высокое качество жизни. Только в этом году в 4-й больнице провели 490 высокотехнологичных операций. В целом же в Сочи работают 35 медицинских учреждений. В них более 5000 людей в белых халатах. Медсестру я работаю в больнице вообще с 65-го года, а в детской поликлинике я работаю с 76-го года. Ну, работа сложная, ответственная, но я ее люблю. Коллектив замечательный, руководство у нас. Если бы, конечно, коллектив очень хороший, поэтому я и задержалась столько времени на работе сейчас. Активно на курорте развивают и здравоохранение, как говорится, в шаговой доступности. Построены и отремонтированы 39 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 здания врачей общей практики. За последние годы врачам выделены более 280 квартир. И в этом году, несмотря на то, что поликлиники и больницы теперь относятся к Краевому министерству, город продолжит поддерживать медработников. Уже многие врачи начали переживать по этому поводу, что вот как же теперь нам не дадут. Мы передадим их Краю, Министерству здравоохранения, а Министерство здравоохранения обязательно отдаст тем, кто нуждается в этом. Потому что делить сегодня на наших и не наших не надо. Потому что врач, медсестра – это наши в любом случае. А вот из какого они источника финансируются, это, наверное, народ совершенно не волнует. В целом же в Сочи естественный прирост населения за 4 года увеличился в 4 раза. Только в этом году у нас в городе родились 2872 малыша. А показатель перинатальной смертности почти в 2,5 раза ниже среднероссийских показателей. В этом прямая заслуга сочинских медработников. Особо отличившихся сегодня наградили знаками почета за трудовые успехи на благо города. Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи разработали новую программу для летнего отдыха школьников. Теперь детей организованно водят на пляжи курорта. На днях мэр города сам проверил, как подростки проводят досуг. По сути, это расширение возможностей так называемых площадок нашего двора, которые уже работают в городе. Они созданы по инициативе мэра в каждом районе курорта для обеспечения летнего отдыха школьников. Если раньше для детей устраивали тематические мероприятия, то теперь их еще и водят на море. Мы решили, что дети, которые живут в Сочи, дети, которые ходят на площадку нашего двора, дети, которые ходят в дневной лагерь, они обязательно должны купаться. Это же оздоровление настоящее. Как же этим не пользоваться? Ну а естественно, что задача взрослых, организаторов летнего отдыха и в том числе обеспечить безопасность. За работу как самих площадок нашего двора, так и за походы на море отвечают сразу четыре муниципальных управления. Молодежной политики, образования, спорта и культуры. Детей водят на оборудованные пляжи, где есть спасатели, медицинские кабинеты и место для детского купания. Кто поедет защищать честь Сочи, решали сегодня на баскетбольной площадке парка Ривьера. Там прошел городской этап всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд. На эту площадку попали лучшие. Те, кто уже доказал, что забрасывать мяч в корзину может лучше всех в своем районе. С начала июня мы начинаем первые этапы, которые проходят на наших придомовых детских спортивных площадках, на игровых площадках, на всех территориальных площадках города Сочи. Затем у нас проходят районные соревнования и победители районных соревнований приглашаются на финальный этап городского турнира. В первом этапе на придомовых площадках приняли участие 23 тысячи человек. 14 июня прошли районные соревнования. Сюда в финал вышли сильнейшие команды в своих возрастных категориях. Не отстают от юношей и представительницы слабого пола. Одну игру с Хостинг Сочи, с центральным районом. И выиграли с счетом 3-2. Победители за счет бюджета города отправятся в Кропоткин отстаивать честь Сочи на зональных соревнованиях. Печальную дату начала Великой Отечественной войны в Сочи вспомнят минутой молчания. 22 июня ровно в 4 утра на мемориале в завокзальном районе пройдет митинг, приуроченный ко дню памяти и скорби. Участниками станут все желающие жители и гости города. Пришедшие на мемориал зажгут свечи в память о миллионах жертв войны. Также в этот день, но уже в 11.45, там же на мемориале состоится торжественное возложение цветов и венков. А после – минута молчания. Именно в этот момент, в 12.05, всех автомобилистов просят остановиться и посигналить в память о павших. В это же время в сквере у Хостинского ЖД вокзала почтят память героев хостинцев, погибших в годы Великой Отечественной. Также 22 июня Сочи присоединится ко всероссийской акции «Горсть памяти». С места захоронения и братских могил воинов возьмут по горсти земли, чтобы отправить в историко-мемориальный комплекс в Подмосковье. Землю поместят в специальные солдатские кесеты. Их соберут по всей стране и за рубежом. Позже заложат в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг главного храма Вооруженных сил России, строящегося в Подмосковье. А это новость для любителей рукоделия. В Сочи пройдет международная выставка авторских игрушек. С 25 по 28 июля в выставочном зале отеля «Эмеритинский» впервые соберутся создатели кукол и мишек Тедди из Германии, Белоруссии, Эстонии, России, Голландии и Украины. Своей работой представят почти 50 мастеров. Во время выставки пройдет конкурс профессионального мастерства. Авторы лучших игрушек получат ценные призы. Принять участие в международной выставке могут все желающие мастера. Заявки принимаются в социальных сетях проекта «Море кукол» до 15 июля. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...